В Госдуме подготовили поправки в закон об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации, согласно которым автомобилям придется резервировать дату и время для пересечения границы. Изменения затронут как автомобили российских граждан, так и иностранцев, а также лиц без гражданства. Поправки касаются только грузового автомобильного транспорта, который занимается международными перевозками. В то же время нельзя сбрасывать со счетов достаточно сложную геополитическую обстановку, не только в России, а в целом мире. Возможно, есть определенные какие-то нюансы, которые не доводятся до большинства населения России. То есть истинные причины данной законодательной инициативы, они будут объяснены только пробками. Если поправки будут приняты, комбин установит порядок, который будет включать в себя перечень документов, требуемых для бронирования, контроль за пересечением границы, категории транспортных средств, которые смогут проезжать пункты контроля вне очереди, порядок размещения автотранспорта вдоль дороги для обеспечения возможностей проезда по ней. Российское правительство также должно утвердить требования к обустройству участков дорог у пунктов пропуска, в том числе к площадкам для стоянки, освещению, урнам, бесплатным туалетам. Перечни документов, необходимых для осуществления данной процедуры, пока даже в самом законопроекте не содержатся. Скорее всего, это только на стадии согласования. Законопроект будет действовать абсолютно для любых физических лиц, будь то граждане России, будь то иностранные граждане. То есть никаких особых условий для кого-либо из автолюбителей не предусмотрено. Помимо всего прочего, хотелось бы дополнить, что указанный законопроект, наверное, не совсем сильно будет ограничивать конституционное право на свободу передвижения, поскольку просто будет доступ к этому праву несколько затруднен, но на свободу передвижения он никоим образом не повлияет. Зарезервировать дату и время пересечения границы можно будет через государственную информационную систему электронных перевозочных документов. При этом отказать в резервировании смогут только в случае непредоставления заявителям необходимых документов и сведений. Данный законопроект не означает запреты россиянам выезда за границу. Это лишь дополнительные условия для удобства водителей. По словам Евгения Москвичева, это сделано для того, чтобы люди по 10-15 дней не стояли без еды и туалета. Алина Красильникова, Универньюз.